портал детали главные новости израиля и мира здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин мой собеседник военный обозреватель израильского еженедельника новости недели давид шарп давид приветствую вас здравствуйте миша сначала я попрошу вас прокомментировать сообщение украинской стороны о том что в ночь на 4 марта зенитно-ракетный комплекс патриот сбил над украиной как было сообщается российскую аэробаллистическую ракету кинжал многие обратили внимание на это сообщение по двум причинам во первых если это соответствует действительности то значит установки патриот уже действуют в украине а второе то что как сообщала раньше российская сторона кинжал невозможно было сбить он какой-то весь там сверхзвуковой и поэтому перехватить его современными средствами невозможно скажите пожалуйста на ваш взгляд насколько это сообщение о соответствует действительности можно ли патриотом сбить кинжал тем более что патриот хорошо известен в израиле он давно стоит у нас на вооружении тут конечно тут конечно кое-какие моменты нам неизвестны но в принципе если даже забыть об официальных сводках и такого полуподтверждения из американских источников о том что к этому сообщению относятся с очень заметной долей доверия надо помнить ракета кинжал заметной степени это жупел российской пропаганды однако если подходить более реалистично то речь идет о сложной для противоракетной обороне цели да с по всей видимости с высоко очень высокой скоростью насчет того гиперзвуковая ли она тем более на конечном участке мягко говоря имеются смут очень серьезные сомнения но сейчас не не стоит вдаваться в эти теоретические дискуссии смысл в том что ракета кинжал это адаптация баллистической ракеты эскандер или аэробаллистическая как принято говорить для са для применения самолетов частности миг-31 собственно поэтому она имеет похожие свойства и о том что ее было невозможно сбить это утверждение изначально носила ну такой пропагандистский ничем не обоснованный характер ракеты патриот на дежурстве вернее зенитно-ракетные комплексы патриот на дежурстве в украине уже не один день об этом и официально сообщалось и до собственно вот этого эпизода и у зенитно-ракетных комплексов патриот существуют разные вариации адаптированные для тех и для уничтожения тех или иных целей в частности пейси 3 это та модификация патриот которая идеально подходит ну идеально это неверно сказано наиболее оптимизирована для перехвата баллистических ракет перехват баллистических ракет причем очень скоростных осуществляется в отличие от других целей как правило на незначительном расстоянии от батареи то есть если когда говорят о дальности перехвата системы патриот скажем 100 или 150 километров подразумевается по совсем иным целям по целям типа баллистическая ракета естественно точные данные засекречены но речь идет о считанных десятках километров в лучшем случае соответственно прикрытие может быть небольшой территории и возвращаясь к кинжалу кинжалы искандеры являются по идее теми самыми целями ради перехвата которых плюс-минус и создавалась вот эта модификация pc3 не только для них на в частности для иранских ракет дальностью в сотни километрах то что она может их перехватывать в принципе почти сомнений не вызывало однако это и для естественной для системы патриот такого типа сложная цель не всегда возможно перехватывать и в любом случае для того чтобы перехват будет успешным но мы прекрасно знаем и железный купол не имеет стопроцентной гарантии однако перехватывать видимо может и случае подобные будут иметь место и в будущем однако важно помнить надо батарея должна находиться в удобном ракурсе что называется и поблизости от цели противном случае она просто не достанет а что касается израильска на вооружении момент израиль на вооружении израиля находится не находится вот те самая та самая модификация pc3 заточенная на перехват баллистических ракет в израиле более старые более пвошные если так можно выразиться варианты хотя их тоже можно стоили но и степени успеха применять по целям по баллистическим целям и в израиле они играют роль с такого кроме пво это основная цель я имею ввиду самолеты и беспилотники а по ракетам в качестве запасного варианта если не если пройдет сквозь другие более специализированные для этого рода систем еще одно сообщение меня заинтересовало вот украина сообщает точнее даже официально подтверждает что она получила три из обещанных 20 израильских систем раннего предупреждения воздушной атаки скажите пожалуйста это те самые системы которые действуют в израиле и которые к сожалению известны многим израильтянам особенно живущим на юге или же это другие какие-то системы и вообще в чем их роль в чем их эффективность я так понимаю вы имеете ввиду радары которые куплены были на по инициативе литовской общественности в том числе ну в общем то на такие пожертвования 16 радаров всего закуплено и первые из них поступили уже в украину речь идет о так называемых тактических радарах небольших многофункциональных я прошу прощения перебью потому что в украинской печати было конкретно сказано что это системы раннего предупреждения воздушных тревог аналогичных тем что установлены в израиле это несколько иное значит собраны купленные на литовские деньги радары имеющие в общем тут отдельный разговор израильское происхождение это модель производства компании рада это одно а вот система предупреждения о которой идет речь и которая на правительственном уровне украинцы договаривались о передаче это несколько иное и вот здесь в общих чертах же в израиле суть этой системы но тут много или много нюансов есть но суть этой системы в том что она оповещает вернее включает тревогу а также запускает предупреждение скажем по аппликации через телефон и а можно даже смс сделать именно в те районы которые являются угрожаемые для ракетного падения так как в израиле благодаря эшелонированной системе противоракетной обороны и разного рода сенсоров выстроена четкая система обнаружения куда упадет вражеская ракета то есть полу появилась возможность например разделить некий город назовем его город их скажем на четыре района и если угрожаемым является только один из районов то естественно только в нем прозвучит воздушная тревога и скажем только в нем жители получат некие смс и некое сообщение то есть соответственно это позволяет нормальный ритм жизни нормальный ритм жизни на других частях города и не только той всей страны во время войны персидском заливе например тревога звучала по всему израилю соответственно жизнь была парализована и так далее так далее вот что нечто подобное ее ее модификацию вот этой системы сейчас пытаются тестируют и собираются поставить довольно больших масштабах в украину однако здесь есть важный момент в израиле до сих пор как правило угрозой сектора газа и том числе из ливана как правило носит баллистический характер то есть запущенная ракета не с включенным двигателем вылетев сразу дает вернее не то что она дает а сенсорами можно определить так как она неуправляема в течение полета и не меняет своей траектории можно определить куда она упадет в украине большого заметная часть угроз и на крылатые ракеты это по сути аналог самолета то есть они идут с выключить с включенным двигателем на небольшой высоте не по баллистической траектории и могут в принципе изменить направление полета в зависимости предугадать где она упадет невозможно нельзя до определенного конечного участка нельзя тем более если говорить о беспилотников то есть можно прикидывать а куда же они выпустили крылатую ракету но это будет всего лишь попытка угадать и вот здесь конечно же вопрос очень актуальный а как израильскую систему этого предупреждения адаптировать ну во первых все таки есть и баллистические ракеты вот даже например ракета кинжал который ударили по киеву вроде как и была сбита да вот благодаря этой системе можно было бы определить куда она упадет и запустить точечную тревогу но вот что касается беспилотников и крылатых ракет я меня тут я тут сам себе задаю разного рода вопросы и могу лишь предположить что в этих случаях адаптация должна выглядеть так ну например когда при приближении к тому или иному городу ну скажем киев если я тестирую систему в киеве если вот уже киеву приблизились непосредственно и понятно что киев скорее всего целью ну скажем 50 километров до киева находится то вот включать тревогу сугубо в киеве именно тогда то есть вот когда ракеты будут близи киева а раньше этого не делать и заодно не включать тревогу в других областях то есть вот не видится вот такая вот потому что насколько мне неплохо известно в украине очень часто включается всеобщая тревога в том числе по поводам на мой взгляд недостаточным а при этом кроме воздействия психологического на очень многих граждан это приводит к тому что прерывается нормальная жизнь например функционирование тех или иных тех или иных заведений госструктур нарушается а это и финансовый ущерб экономический я уже не говорю о психологическом в общем существуют нюансы теоретически это может быть это может быть полезным при достаточно массовом внедрении но и наконец есть и места где аналогии с израилем близки возьмем тот же николаев никополь харьков при фразопорожье при фронтовые места когда обстрелы носят сугубо баллистический характер но там желательно конечно иметь вот эти датчики тревоги которые смогут именно между районами или скажем по крайней мере между городами небольшими делать различия в противном случае конечно система не актуальна а сообщениях которые были особенно много их было в последние дни о том что на российской территории в частности в краснодарском крае в других местах были с помощью беспилотников уничтожались нефтехранилища еще какие-то военные объекты вроде бы даже на не на некоторые аэродромы в было совершено нападение и теперь возникает вопрос что это такое если исходить из того что это все-таки прилетали сообщения в кавычках с украинской стороны то с чем мы имеем дело это одно из направлений диверсионной деятельности или же это больше проверка защиты воздушного пространства россии перед грядущим наступлением диверсионной деятельностью правильно называть действия осуществляемые с территории противника то есть собственной агентурой либо здесь прилет и разведыватель да значит теоретически те тот или иной случай безусловно может быть следствием диверсионной деятельности давайте приведем пример когда подрывом на железной дороге под откос ну пущены в той или иной степени скажем два поезда было в россии не так давно то есть понятия не имеют действия ли это украинской агентуры украинских диверсантов либо каких-то какого-то российского подполья а такое тоже вполне может быть тем более что ну чему свидетельством скажем попытки массовые поджога в военкоматах то есть желающих в общем-то той или иной степени из солидарности с украиной или желание бороться с нынешней властью российской евро имеются значит ну вот это пример конечно диверсионной деятельности но вот что касается запуска беспилотника во первых когда это крупные машины достаточно крупные идущие на большие расстояния то понятно что их нет смысла запускать с территории россии более того это было бы крайне сложно наконец подвергать опасности диверсантов или собственных и собственную агентуру предпринимать очень сложные действия по переправке некого крупного подчеркиваю беспилотника оснащенного взрывчаткой и все это ради того чтобы поразить цель небольшой или средней значимости это того не стоит то есть диверсантов стоит задействовать ради ценных операций я имею ввиду агентуру все здесь же когда у украинцев становится все больше и больше средств которые собственной территории достигают территории объектов на территории россии это скорее стоит рассматривать как планомерное увеличение темпов масштабов ударов по российским объектам представляющим ценность скажем так двойное назначение нефтяные объекты нефте нефте нефтехранилища нефтеперерабатывающий завод это классический пример более того их местонахождение всегда известно великолепно не нужно тут никакой особый развед развед данных и а что очень важно они уязвимы для удара боеприпасов с небольшой боеголовки то есть это идеальное сочетание более того и в медийном плане это удары эффективны потому что когда такой объект горит и это видно на сотни километров то сложно утверждать что пво сработало великолепно и вообще все хорошо идет с военной операции я это связываю с рядом аспектов сразу значит украинцев больше со временем появляется больше возможностей в том числе кстати баллистического характера я имею ввиду некие баллистические ракеты которые потихоньку начинают летать в том числе в крым залетать есть об этом уже почти точные сведения к сожалению мы не имеем полной информации что там и как однако есть здесь продвижение однозначно и конечно же по количеству и качеству беспилотников камикадзе здесь все просто во первых удачное попадание это ущерб материальный ущерб и нанесение потерь россии соответственно успешное применение подобных машин требует от россии серьезных усилий для защиты тыловых объектов самого разного рода а это значит привлечение дополнительных ресурсов трата то есть трата материальных ресурсов и например отвлечение сил пвоз фронта кроме того разного рода меры по укреплению защите в общем ресурс трата ресурсов а это война ресурсов ну и наконец есть медийный аспект тот момент когда ты демонстрируешь такого рода успешные удары российская общественность это видит задается вопросами хотя бы часть этой общественности ну и наконец просто начинает понимать что война приходит в их дома и это все это все это вместе взятое еще что-то иное это примерно могут быть целей украинского командования но их реализуют я могу предположить что чем дальше тем будет масштабнее но есть еще такой момент теоретически его тоже можно было бы отметить возможность некого на каком-то этапе установления баланса устрашения взаимного то есть в случае если бы украины вообще изначально были бы значительные количество работающих средств поражения то есть та длинная рука которая бы доставала до очень многих мест в россии в том числе до москвы возможно россия бы задумалась а стоит ли нам наносить те или иные удары глубине украины если мы можем столкнуться с ответным шагом я не исключаю что по мере прогресса если украине удастся добиться в плане производства работающих и многочисленных моделей разного вида типов вооружений добиться вот таких возможностей я не исключаю установление того или иного рода уравнений в отношениях между сторонами когда они обмениваются ударами по глубине но это пока лишь еще такое предположение чисто теоретически а скажите пожалуйста вообще вот если посмотреть на последние дни когда вот были эти налеты в том числе то что случилось в москве хотя там непонятно что же на самом деле произошло бомбили что называется крем или не бомбили а если бомбил то кто вопрос в другом вот если говорить об этих налетах беспилотниками на нефтехранилище и другие объекты может ли это на ваш взгляд свидетельствовать как говорят другие военные аналитики о том что свидетельствовать о серьезных прорехах в российской обороне воздушной обороне имеется ввиду или же это неправильно так подходить потому что ну невозможно на сто процентов в любом в любом случае закрыть небо какой бы сильной не была противовоздушной обороны во первых вы совершенно правы на сто процентов невозможно закрыть однако это не значит что не стоит пытаться и в любом случае по крайней мере в части случаев очевидно то есть и у россии кроме всего прочего есть еще кое-какие объективные проблемы например это обширная территория обширная граница даже с украиной соответственно это самое создать даже весьма герметичную оборону сложно по объективным причинам однако очевидно что во многих случаях налицо в самом деле провалы и проколы российской системы его идеальный пример это некие объекты которые не важно что там было пока до него летел и на самом деле это тоже очень важно но сам объект должен быть приоритетен в качестве защиты средствами пво яркий пример это сама нефтехранилище в севастополе та бухта стоянка флота это место может быть разве что к кремль или москва может быть более защищены чем она должны быть и то нефа и тем не менее примитивный беспилотник и отнюдь не какое-то супер современное вооружение западного производства и даже не не один из ста беспилотников а буквально одиночка течение войны уже не раз подобные попытки были был пропущен и нанес очень серьезный ущерб один или два самолета база в энгельсе было атаковано совершен дважды это не сейчас раньше дальней авиации очень защищенный объект после первой удачной атаки украинской удачной атаки например была пропущена и вторая то есть и без а цель простая говорит что та цель которая ударила переделанный реактивный беспилотник стриж советского производства что это сложная цель для пво это говорить смешно значит потому что это в том числе примитивная мишень которая использовалась для учений средствами пво давным-давно еще поэтому безусловно пво россии не дорабатывает по каким причинам естественно понятно это невысокая относительно боеготовность и боеспособность частей российских пво ну и кое-какие технические проблемы тоже то есть комбинация этих почему можно говорить не очень высокой боеготовности это как минимум не очень высокая но так ведь пво это часть российской армии системы силы пво часть российской армии российская армия проявила в этой войне не очень высокую и совсем невысокую боеспособность в очень так сказать многих аспектах и даже априори до всяких провалов не было бы никаких причин считать что пво в этом океане являются островком благополучия естественно такого быть не может последний вопрос по поводу возможного контрнаступления украинских вооруженных сил о котором все говорят и все говорят так много что уже никто не знает вообще оно будет не будет и нужно оно или нет скажите пожалуйста можно ли по сегодняшней ситуации на фронте судить о том о каких-то приготовлениях о какой-то активности на отдельных участках вообще о том что будет впереди как раз какой-то особой активности именно особой активности как раз нет даже более того есть такое ощущение косвенное что россия понизила активность свою собственную ну в некоторой степени свою собственную наступательную активность которая в общем-то большую часть зимы имела место и продолжалась да и в общем-то до сих пор продолжается несколько понизила готовится значит более того меры предпринимаемые в россии которые попали в публичную сферу тоже свидетельствуют о подготовке ну во первых эвакуация мирного населения с оккупированных территорий вот там запорожской области в первую очередь и кое-где в херсонской в местах где предполагают россияне видимо наступление активные действия но и даже такую я бы привел комическую ситуацию как по моему введение сухого закона российскими властями в запорожской области возможно это тоже своего рода приготовление украинскому наступлению а естественно в одну россия готовила инженерное сооружение линии обороны шелонировано это в общем-то и на спутники попала но таких ситуациях как передвижение войск выдвижение войск на те или иные позиции естественно стороны не сообщают это не попадает публичную сферу но может быть разве что случайно мы видим несколько последние дни бы попадались на такие видео короткие ролики где украинские какие-то колонны куда-то следует украинцы на новой технике но это на самом деле ничего особенного то есть само по себе это ничего не значит войска передвигаются войска тренируются все покрыто основные вещи естественно покрыты туманом но надо помнить что то что мы не видим это не значит что ничего не делается более того наступление сколько бы о нем не говорили и иногда это даже немного смешно в общем-то к нему более-менее все готово то есть то что я не устаю повторять сейчас все вопрос погодного фактора и и ощущение украинского командования готовности собственных подразделений то есть если хотят что нужно еще скажем две недельки чтобы потренироваться то чего-то значит будут еще две недели но в целом в основе своей в плане поставок и основных курсов обучения в общем то все готово и конечно же какие-то шаги и меры предпринимаются мы их не видим и это вполне естественно давид большое спасибо что были с нами на этом все напомню что моим собеседником сегодня был военный обозреватель израильского еженетельника новости недели давид шарм до свидания спасибо вам